Геннадий Котлярчук 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 Продолжение следует... Несмотря на карантин, все-таки есть люди, кто смог сегодня прийти и выложить цветы. Также было несколько ребят, которых я уже вижу не первый год. Это американцы, которые одевают русскую военную форму 1941-1945 годов и приходят в ней, чтобы почтить память. И сегодня решили тоже взять несколько интервью, несколько человек, кто пришел сегодня на проект. Здравствуйте! Сегодня мы пришли возложить цветы на 75-е годовщину Великой Победы. Нас здесь строят. Мы из клуба по реконструкции Второй мировой войны, 70-я гвардия. Мы члены 70-й гвардии. Обычно приходим каждый год. Здесь большие всегда празднования происходят. К сожалению, не в этом году. Но мы все равно решили прийти и выложить цветы. С праздником вас! Победа! К мемориалу постоянно подходят наши сообщественники, чтобы выложить цветы. И очень приятно знать о том, что, несмотря на карантин, люди помнят об этой войне и об этой победе. И как досталась для нашей страны эта победа. Представься, пожалуйста. Меня зовут Соня. Соня, расскажи, а почему ты пришла сегодня? Каждый год мы по-разному. Мама и папа не могут прийти. Бабушка в Россию. И каждый год мы приходим сюда. Или если 5 лет назад были в Берлине, и с мамой ходила траву маленькая, и теперь одна. Понятно. Очень жаль, конечно, что сегодня карантин, никого нет. А ты участвуешь в бессмертном полку? Да. Интересное время, конечно, но все равно цветы есть. Люди приходят. А я немножко удивлена увидеть, что срок людей здесь. Но меньше всегда празднованное 9 мая. Я понял. Ну, спасибо, что память у тебя осталась. Спасибо. К сожалению, 9 мая 2020 году произошло без ветеранов, без бессмертного полка, без людей. Это было связано с карантином. Но мы ожидаем, что в 2021 году вся площадь вокруг монумента будет с ветеранами и с теми, кто придет поддержать ее там, как это обычно делается каждый год. Спасибо. 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 Спасибо.